Уважаемые коллеги, главный тренер футбольного клуба «Гомель» Иван Сергеевич, Ваш комментарий по сегодняшней игре. Спасибо футболистам, спасибо болельщикам, спасибо футболистам за победу и за реализацию того, что мы планировали, как мы хотели играть, как мы хотели их обжидать. Болельщикам за поддержку, хорошая атмосфера, классная атмосфера и рад, что мы еще победили. На мой взгляд, одним из слагаемых в сегодняшний момент является Прессина, который применили. Не дали развернуться «Динамо». Вы согласны с этим? Нет, я не согласен. Почему? Потому что Прессина как раз таки не удовлетворен, потому что мы теряли структуру давления, мы теряли игроков, мы теряли локальную позицию и, соответственно, не так это эффективно получалось, как у нас получалось до того. И, соответственно, плюс выпускали очень много ситуаций, когда мы не должны были выпускать. Соответственно, тут, скажем так, что Прессина на конце не получился, не получилось давления и, как следствие, те или иные опасные моменты у наших ворот соперник созданы. Вопреки работе судейской бригады вы выбрали даже победу. Как в моральном аспекте все-таки отразилась победа на духе футболистов? Можно ли говорить о моральном? Ну, что иметь в виду? Ну, в общем, теморальности морального? Ну, замечательно, конечно. Понимаете, в прошлой игре было поражение, и эмоции мы потратили в игре с шахтером, и этих эмоций нам не хотело врода, не хотело куража, не хотело страсти, не хотело банальной эмоции, не хотело. И, конечно, надо было вернуться, вернуться в игру, вернуться в турнир, и чувствую все лучше. Я рад, что это хорошее, это Динамо. Выиграть Динамо – это здорово. Это внутренний подъем. Это хороший подъем для болельщиков, хороший подъем для футболистов. Ну, в целом, для ворота. Подскажите, как состояние Ковалева в данный момент? Да, все хорошо. Доволенные ли игрой Эваненко, насколько довольны и в следующую игру можноor говорить о том, кто будет играть Overwatch? Нет, у нас нельзя говорить, кто будет играть следующий, и нельзя ни про одного футболиста говорить, потому что в следующую игру гарантированно будете играть в составе, есть 행복роцикла... Кто готов, то кто играет. Есть требования, или требования выполняются, или не выполняются, и на этом все. И если бы я готов Иваненко, все вортринки доволовны. Я доволен голкиперами, я доволен Мельченко, они все равно большие молодцы, хорошая аула, хорошая действенность и они все прогрессируют. Последние где-то 10-15 минут у команды все-таки играла уже на удержание или просто на то, что силу немножко было не рассчитано на всю игру? Нет, силу было достаточно. Вопрос того, что соперник, скажем так, большими силами пошел вперед и, конечно, можно было бы создать структуру давления, пытаться выдвигаться, но, скажем так, это был один из планов, в случае чего нам надо было использовать 4-5-1, пристроиться контролировать более внимательным подсулок, более внимательным отведчикам и вопросов флановых атак, флановых передач и плюс вопросов выдвижения. Немножко не получилось в позиции опорных, крайних опорных выдвижения, но это вопрос, опять же, вопрос рабочий. Где-то не получилось, но где-то партнеры помогли и реализовали то, что не получалось у другого партнера на площадке. Все, спасибо. Спасибо.